Мурлыкающие, своенравные, грациозные. И все это о кошках. Их перучили еще до нашей эры. За это время появилось огромное количество новых пород. Кошки остаются одними из самых популярных домашних животных. В семье Дремовых живет несколько питомцев. С первого взгляда я влюбилась в эту породу. И других вариантов уже не было. У меня сначала появилась обычная шотландская короткошерстная кошка. Потом уже я пришла к длинношерстным животным. Потому что это очень грациозное животное, очень доброе. Отец этих пушистых комочков – кот по кличке Дон Жоан. Он представитель Халлен Фолдов. Порода произошла от кошки Сьюзи, которая родилась в 61-м году на шотландской ферме. Отсюда и название породы – шотландская. Кошки, шотландская порода, бывают короткошерстные, также длинношерстные. В нашем варианте эта длинношерстная кошка – это Хайлен Фолд и Хайлен Страйт. То есть основной признак породы – это веслоухие ушки, то есть прижатые, плотно прижатые к голове. Отсюда и название Хайлен Фолд. А Страйт – это прямые ушки, которые стоят, как у обычной кошки. Эту длинношерстную кошку с прямыми ушами зовут Шкода. Как отмечает Ольга, имя появилось не случайно. Животное, как ребенок, легко может найти себе интересное развлечение. Она любит присутствовать, где бы я ни была. Мою я холодильник, она сидит рядом. Бывает так, что и залезет туда. Мою я посуду, она залезет на кухню, она будет сидеть рядышком, наблюдать, как я мою посуду. Не такие пушистые, но не менее интересные кошки живут у Анны Павловской. У нее дома украинский левкой и донской сфинкс. Они теплые, на ощупь они бывают разные. Бывают совсем голые, их называют резиновыми кошками. На ощупь они примерно как пластилин. Бывают велюровые кошки, они как замшевые перчатки, скажем так. И бывают брашевые. То есть это кошки, которые частично или полностью одеты. Эти питомцы любят наряжаться. Сфинксу Сету 6 лет. Он полностью без шерсти. В холодное время года часто греется на батарее. Вивьен относится к породе украинский левкой. Это веслоухая голая кошка. Первые ее представители выведены не так давно, в 2004 году. Как отмечает Анна, эти кошки могут подойти и любителям собак. Отличаются большим аппетитом и дружелюбием. Для создания такой красивой кошки, напоминающей немножко собачку, использовались крови скотчешфолдов и донских сфинксов. Позже были добавлены крови петерболдов и домашних кошек, фенотипичных для украинских левкоев. Данная особь очень любит фрукты и с удовольствием кушает бананы, мандарины и сливы. Иногда даже персики. Она очень любит общение. Она всегда старается, чтобы ее погладили, сама вот сует голову под руку. Похожие на диких предков, но очень ласковые бенгальские кошки обитают в семье Смолениновых. Сергей и Анастасия хотели собаку, но изменили свои планы. В принципе, сами бенгалы по себе очень большие. То есть, если обычно средний вес кошки 5 килограмм, то кот порядка 10-15, даже может быть, ну это отдельные экземпляры. А кошка порядка 7 килограмм. То есть, относительно остальных кошек, они именно крупные. Питомцы поселились дома у Сергея и Анастасии по отдельности. Подружиться им удалось не сразу. Первое время маленькая кошка гоняла по квартире взрослого Тимура. Боевой по характеру любимицы подобрали вкусное имя. Мы хотели как-то смягчить хотя бы в плане имени. И когда муж ел, сидел зефир в шоколаде, он очень любит. И я предложила назвать зефиркой. И всем понравилось, не только мужу, и мы назвали зефиркой. Как и все кошки, они очень любят играть. Питомцы Сергея и Анастасии могут спокойно себя вести даже во время стрижки когтей. Они очень чистоплотны. Обычно бенгальская кошка ведет себя осторожно по отношению к чужим. Но любимцы этой пары – исключение. Как воспитаешь эту кошку, такая она и будет. Наши коты, вот на самом деле, то, что, наверное, жена постоянно с ними как-то ссюкается. И они получились очень добрыми. То есть, независимо от того, какие кусти к нам приходят, они сидят со всеми, они знакомятся, они спокойно даются на руки. У нас никогда не было такого, чтобы они поцарапали какого-то человека незнакомого. Они всегда с нами спят. Когда кто-то идет в ванную, в ванную, например, нельзя закрывать. Даже если идешь мыться в ванной, они становятся прямо в ванну и могут мыться даже вместе с тобой. Кот, конечно, не очень любит, а кошка может прямо в ванну залезть и мыться вместе с тобой в ванной. Большинство из этих кошек были участниками и победителями всевозможных выставок и конкурсов. Но, как отмечают хозяева, без всяких соревнований их питомцы всегда остаются самыми любимыми, а значит, самыми лучшими. Субтитры создавал DimaTorzok